Всем атомный привет, с вами снова Герон, и сегодня у нас продолжается эпический обучалка, тьюториал, гайд или обзор, называйте как хотите, в процессе которой я прохожу специальную обучающую карту. И сегодня у нас обзор мода Electrical Edge, реалистичное электричество и огромное количество всяких машин, девайсов с шикарнейшей совершенно графикой. Если вы здесь впервые, не забывайте просмотреть первую часть этого самого гайда, тьюториала или там обзора, это первое. Ну а во-вторых, по-моему, к начисленным просьбам, я, конечно же, вам немножко расскажу про электричество и про то, как оно измеряется. Для этого используются три параметра. Первое это VW, обозначается она вот такой английской буквой W, и она обозначает мощность электричества. Вот эта буковка V английская означает вольты, это измерение потенциала электричества. И, наконец, буковка A означает амперы, то есть сила тока. Но больше всего нас должны интересовать именно вольты, потому что количество потребляемой энергии почему-то в этом моде измеряется именно в вольтах, и это вы легко сможете увидеть, просмотрев первую часть этого обзора. Это второе. Такие вот дела. Если вы подаете слишком мало вольтов на какую-нибудь машинку, например, машинка требует для своей работы 50 вольтов, соответственно, вам нужно подать на него электричество в 50 вольт или выше. Такие вот дела. Не спрашивайте меня, почему так. Также я забыл упомянуть благополучно, потому что в этом титериале об этом не говорилось, что этот мод добавляет 4 руды. Это обыкновенный копер, то есть медь, самое что не обыкновенное свинец, вот это у нас тунгстен, это, по-моему, вольфрам, и вот это у нас кенебар, ну, по-моему, ртуть или что-то вроде того. Окей, это, ребят, не так важно, потому что все эти руды просто банально переплавляются, превращаются в слитки, и банально эти слитки используются при крафтах разных машин. Сегодня ИЧ пойдет не про это, а про альтернативные источники энергии, как они правильно называются. Окей, погнали. Здесь у нас демонстрация обыкновенных солнечных панелек, которые крафтятся более чем простенько, железо, силикон, вот это вольтаж и так далее. Они работают очень просто. Между непосредственно панелью и солнцем ничего не должно быть. Также они производят тем больше энергии, чем выше солнца и ближе к зениту, так скажем. Вот этот пробничек подключен, вот этот пробник подключен таким образом, чтобы мы видели на этом даталогере, сколько энергии производят непосредственно вот эти солнечные панели. Непосредственно здесь показано, что их можно на прямую подключать к каким-то потребителям энергии, например, к таким пичкам. И приспокойно с чистой совестью пережаривать чего-нибудь там. Вот это еще один девайс, логер, который подключен к сенсору дневного света, в котором мы всегда можем увидеть, сколько солнечного света на данный момент. У нас что-то очень высокий уровень, и количество солнечного света падает, потому что у нас дело... А, ну правильно, сейчас солнце начинает садиться уже, закат. Поэтому электричество производит все эти девайсы все меньше, меньше и меньше, постепенно. Реализм. Чего уж там. Для того, чтобы получать больше электричества с использованием солнечных панелей, можно использовать другую модель солнечных панелек, которые, как сказать, они передвигаются таким образом, чтобы постоянно следить за солнцем. Таким образом они производят гораздо больше электроэнергии, чем обычные солнечные панели. Крафтятся они вот таким образом. То есть дешевый апгрейд самых обычных панелей солнечных. Великолепно. Ну и здесь тоже показывается их уровень эффективности. Ну-ка, давайте сравним с этим. Ну да, то есть здесь видно вот такой уровень эффективности этих солнечных панелей. То есть эффективны они далеко не всегда. А здесь видно, что у них более или менее одинаковый уровень эффективности в течение дня. Окей. Я надеюсь, понятно объясняю. Дальше. Мы используем еще одну печку. Кладем сюда. Тоже есть энергия. Отлично. А вот это у нас обыкновенный ветряной двигатель. Он даже производит соответствующие звуки. Прямо скажем, не очень приятные. Ну вы слышите. Мя. Неприятно. Так вот. Казалось бы, что может быть лучше, чем брать энергию прямо из воздуха? Тут вас ожидает хитрый подвох. Во-первых, турбина крафтится вот таким образом. Ничего особенного. Но. Ее количество энергии, которую эта штука будет производить, очень-очень рандомное. Зависит от погодных условий. Конечно же, больше всего энергии он производит во время дождя. Когда там громыхает гром, дует сильный ветер, все дела. Ну и по ночам, по идее, он тоже должен быть более эффективным. Но, короче говоря, полагаться на этот источник энергии нельзя. Но, тем не менее, иногда можно использовать. Толку, короче говоря, от этой штуки мало. Корова, уйди отсюда. Корова-камикадзе прямо-таки. Окей, дальше. Водная турбина хороша тем, что они хоть и дают мало электроэнергии, зато постоянно стабильные и круглые сутки. Конечно же, если идет дождь, то они будут выдавать вам больше энергии. Но, тем не менее. Дальше, самое интересное. Крафтится он тоже с использованием железных пластин. То есть, вам нужно будет еще изготовить прокатный стан, который я показывал в прошлой части. Электрический моторчик, ничего сложного. Окей, как они... И, в общем-то, и все, что о них можно было бы рассказать. Ставятся они... Чтобы их правильно поставить, вам нужно при этом стоять в сторону воды. Вот таким образом. Тогда они будут правильно устанавливаться. Причем, конечно, вода должна быть текущая, как вот показано на этом примере. Сколько тут ватт выдают? Где-то около 120 ватт. Вот этот ветряк нам выдает около... От 0 до 150. Толку, короче, мало от ветряков, я понял. Солнечные панельки выдают нам до 300 ватт. Но их 4 штуки. То есть, одна солнечная панелька выдаёт нам в среднем 175 ватт. А вот эта в среднем выдаёт где-то в районе 100 ватт, насколько я понимаю. Короче, водная турбина выгоднее солнечных панелей. Но, в принципе, так оно и есть в реальной жизни, насколько я помню. Окей, поехали дальше. Здесь нам ещё показывают специальный девайс, который позволяет вам внимательно следить за погодой. Если погода солнечная и спокойная, то уровень электричества... Вот этот уровень сигнала будет равен 0%. То есть, чем становится хуже погода, тем лучше для наших вот этих всех производителей электричества, тем выше здесь будет сигнал подниматься. Для этого используется специальный сенсор погодный, который крафтится вот таким образом. Слушайте, дешевле не придумаешь. Классная вещь. Чувствуешь себя прямо учёным, который дорвался до своей любимой лаборатории. Ха-ха. Свинья. Как оказывается, тут зверушки просто так стояли, а не для дела. Так, ну что, опускаемся вниз. Та-дам! Что тут будет? Показывайте. О, нет, опять всякие переключатели. У-у-у! Здесь есть передача электричества на расстояние, как интересно. Ну да, по сути говоря, это функционал замечательного, старого, доброго мода Wireless Redstone. То есть, беспроводной Redstone. Окей. Работать здесь всё очень просто. Есть два девайса. Давайте я почищу инвентарь. Вот этот трансмиттер, он посылает сигнал, и ресивер, он принимает сигнал. Крафтятся они вот таким образом. Вот это у нас трансмиттер. Сигнальная антенна вот так вот. Вот кабель железный карафтится вот так вот, и вот это вот такая. Ничего сложного. Поэтому, когда мы нажимаем на эту, мы посылаем сигнал, например, на трансмиттер. Давайте нажмём. Сигнал идёт до трансмиттера, потом в ресиверах, и поддаётся в кнопочку. Так, давайте посмотрим, здесь есть инвентарь. Да, здесь всё очень просто. Тоже точно так же задаёте. Канал, трансмиттер и ресивер должны находиться на одном канале, для того, чтобы они работали. То есть, в нашем случае, например, канал называется MyButtonSignal, и здесь тоже точно так же должен называться. Всё очень просто и понятно. Я не знаю, куда уж проще. Забавнейшая вещь, на некоторые маленькие элементы, например, такие как кнопки, можно ставить блоки. Например, в нашем случае здесь, видите, кнопка находится, и в том же блоке, в котором находится кнопка, можно было поставить стекло. И тем не менее, кнопка работает. Вот это у нас сигнализация. Два нотных блока, и ещё что? Сигнальный кабель. Ага, понятно, тоже очень интересно. Здесь тоже есть настройки. Так, и можно даже камень ставить. Хм, то есть, любой блок можно ставить. Давайте мы ещё в режиме выживания проверим, для частоты экспериментов. У нас сегодня же день тестов. Хм. При этом стекло не ломается, что довольно интересно. Очень интересно. А лапезь лазурец можно поставить? Да, классная механика, очень удобно. То есть, можно таким образом спрятать, например, какую-то сигнальную кнопку. Куда-нибудь. Так, поставили блок, и всё, и нету, как бы. Окей, понятно. Здесь очень интересная штукенция. Внимательно смотрим за руками. Что делать, если вам нужно организовать пересечение обыкновенных проводов с электричеством? Но при этом вы не хотите, чтобы они соединялись. Для этого используются специальные хабы, которые... И тут... А, вот. Вот она, как это делается. Ну-ка дайте. Я почему-то его не могу взять с собой, но я хотел бы его посмотреть рецептик. Хабы выглядят вот таким образом, крафтятся. Когда кладёшь их на стену, они выглядят вот так вот. Окей. Так вот, для того, чтобы он правильно работал, вам его нужно настроить. То есть, правой кнопкой мышки кликайте, держав все в пустую руку. И здесь указывайте направления, в которых будет двигаться электричество с помощью обыкновенных кабелей. То есть, в нашем случае, если я сделаю вот так, то... Ага, так и есть. Вот так вот провода больше не соединяются. Кладём кабель обратно. И они подсоединяются. Теперь объясняю, что у нас в результате будет в нашем примере. Электричество от этого рубильника идёт... Так, источник света у нас находится вот здесь. Это у нас 50 вольтаж. Ага, 50. В 50 ватт, наверное, всё-таки. Электричество идёт вот так вот, пересекает этот хаб, идёт вот сюда, потом идёт к рубильнику. Если мы включим рубильник, то электричество пойдёт дальше вот так, снова к хабу и достигнет вот этой лампочки. Что может быть удобно, когда вы делаете разводку у себя в доме. Окей, надеюсь, я подробно объяснил. Максимально подробно. Двигаемся дальше. Что у нас дальше ждёт? Пустая комната. У-у-у. Мистика. У-у-у. Ещё какой-то сенсор. Здесь нам показывают ещё интереснейший сенсор, который улавливает движение живых существ вокруг себя. Проще говоря, проходите мимо, и он даёт сигнал, который можно подключить, например, к лампочке. То есть пробегаете мимо к коридору, и автоматически будет включаться свет. И когда его покинете, он автоматически выключится. Что довольно может быть удобно в некоторых случаях. Всё очень просто. Да, тут изменяется просто сигнал. Если я не буду двигаться, сигнал упадёт до нуля, и свет снова потухнет. Забавнейшая вещь. Вот здесь. А, нет, вот это у нас здесь поставили электрические таймеры, а вот это у нас поставили... Дайте я посмотрю. Релей низкого напряжения. Подключили вот таким образом. Довольно занятная схемка. Но не очень полезная. Но, тем не менее, пошли смотреть дальше. Оу, золото. Оу, кактусы. Как интересно, что это? Что это? Так, давайте рассматривать по порядку. Вот это у нас X-Ray. Да, ребят, здесь есть самая натуральная X-Ray. Давайте натянем на себя также броню, сделанную из E-Coal, электричество... Электритизованного угля. Или что-то типа того. Я так понимаю, что это делается из карбона. И, к сожалению, здесь не показывается рецепт вообще совершенно, ребят. Так что, извините. Дальше. А может быть, рецепт не доделали? Для того, чтобы активировать E-сканер, нужно нажать кнопочку... Правой кнопкой мышки по нему. Включается, выключается. И где-то здесь есть какой-то секретик. Где-то вот там, внизу. Так, наш сканер быстренько разъедился, потому что он кушает аж 300 Вт. Давайте возьмем портативные батарейки. Портативные батарейки работают очень просто. Вы их заряжаете в генераторе непосредственно, потом кладете в инвентарь. И он заезжает все остальные вещи. Кстати, броня вот эта, она тоже использует электричество вместо прочности. Точно так же, как броня из НТ-Стелкрафта. Понятно и привычно. Батарейки у нас существует несколько типов. Вот такая батарейка, самая простенькая, свинцовая. Есть связка портативных батарей, которая выглядит вот так вот. Есть конденсатор, который выглядит вот так вот, портативный. Вот отличаются они только той скоростью, с которой могут заряжаться и разряжаться. Плюс объемом. Как сказать, объемом своим внутренним объемом. Да, все очень понятно и логично. Окей, дайте я посмотрю. Там, говорит, какой-то секретик. Покажите, что за секретики. Инициализируется, и там где-то внизу что-то есть. Там какие-то, я вижу какие-то непонятные пятна. У-у-у! А-а-а, я вижу комнату. Так вот, что это были за синие пятна квадратные. Видите, синие пятна обозначает, что там есть пустота у нас под ногами. Так, давайте мы его выключим. Уж больно много энергии кушает. Здесь маленькая комната и смайлик на табличке. Ничего особенного. Окей. Также здесь есть у нас маленький фонарик. Давайте организуем где-нибудь темноту. Правой кнопкой мышки включается, и он просто освещает. Так, и даже динамик лайт не нужен, можно ходить с лампочкой. О-о-о, блин. Реализм. Мне это нравится. Так, давайте не забываем его выключить. Вот так вот выключили. Тоже кушает энергию. Крафтятся, кстати, лампочки. Вот этот фонарик. Очень просто использование лампочки и батарейки. То есть проще не бывает. А X-сканер уже сложнее. Здесь нужен непосредственно сканер, который нужно еще использовать вот такой чип. Потом еще силикон. И силикон делать из силикона. И так далее. Портативный непродвинутый чипсет. Ну, тоже не самый дешевый. Ну, не самый сложный рецепт на свете, прямо скажем. X-Ray рулит. Так. X-Ray. Можешь ты мне показать, что еще вон там творится? Включайся. Врубайся, пожалуйста. Вот, золото он обозначает желтым цветом. Понятно. Но видит он только те блоки, которые у него находятся в радиусе. Там буквально едва ли не перед носом. То есть 5-6 блоков радиуса он еще осилить в состоянии. А дальше, извините, он уже не видит золото. Окей, понятно. То есть, конечно, он хоть и дешевый, но и не такой уж читерский, как хотелось бы. Дальше. Здесь у нас есть специальная электродрель. Но самое интересное, давайте мы сейчас поставим древесину немножко. Он, по идее, должен автоматом при срубании превращать дерево непосредственно в уголь. А, нет, я же в креатив. Давайте выйдем в режим выживания. Нет, он не хочет превращать древесину в уголь. А почему? Ладно, он просто рубит деревья, как обычная бензопила. Окей. Может быть, его не доделали. Дальше у нас есть еще, конечно, майнинг дрил. Ну-ка, насколько ты быстро работаешь? Сейчас мы тут разгрифим. Все. Так, я здесь уже был. Ну, я бы не сказал, что быстро, но, да, по ощущениям, похоже на электрическую дрель из Индорстайл Крафт. Почти та же самая скорость. Окей. Так, и, по-моему, все. С инструментами мы разобрались. А, давайте мы еще, кстати, попробуем эту дрель на золоте, например. Тоже довольно быстро копает. И алмазы, я так понимаю, им тоже можно копать. Давайте этот момент очень важный проверим. Никаких, по-моему, апгрейдов, к сожалению, пока что на эту самую дрель нету. То есть, пока что только одна модель. Ну-ка, попробуем. Да, апгрейдить ее нельзя. Крафтится она вот таким образом. Обычная дешевенькая электрическая дрель. Потом вот так вот крафтится и вот так вот. У-у-у, это не самый дешевый. Это очень дорогой инструмент по меркам этого мода, короче. Здесь мы закончили. И все. Забавно, заряд в броне не отображается на ней вообще визуально никак. Для этого нужно открыть инвентарь и посмотреть. Вот эти ботинки у нас разъедились. Здесь написано, что у нас 0% заряда. Здесь 14%, здесь 25% и 0% у нас на шапке. Давайте попробуем на кактусе. Броня меня защищает все хуже и хуже. Здесь у нас заряд уже 0 и здесь у нас заряд 0. Да уж, что-то как-то она быстро разъезжается, прямо скажем. Хм... Заряжаются все батарейки в этом специальном генераторе, который крафтится следующим образом. Дайте гляну. Краем глаза. Железо. Ага, угу. Ничего сложного, короче говоря. Выглядит он очень просто. Правой кнопкой мышки кликаем. Сюда кладем то, что нам нужно зарядить. И он начинает медленно, наверное, заряжать. Сейчас он выключен. Нажимаем на кнопочку, появляется надпись «Из он», и тогда он начинает работать. Здесь поставлены еще бустеры. Ну-ка, давайте посмотрим, как они крафтятся. А что, бустеры не крафтятся, что ли? Да, ну... Нет, крафтятся. Два электромоторчика и продвинутый чипсет. Понятно. Так, заедите мне, пожалуйста, его. Их можно складывать сразу несколько штук сюда. Так, давайте мы сейчас попробуем зарядить нашу броню. Броня уже заезжается довольно медленно. Нет, уже на 100% заряжена. Теперь... Ну-ка, давайте второй раз попробуем. Вот теперь я здоровье, по идее, не должен терять. Но я все равно теряю, потому что... Да, потому что электричество снова разоедилось, эта броня довольно быстро. Окей, понятно. О май гад, наконец-то! И, по-моему, это последняя комната. Е-е-е-е, мои приключения закончились! Ну, почти. Секунду. Вот это телепортация, ребят. Здесь построена вся схема, необходимая для того, чтобы их в режиме выживания, который необходимо построить, чтобы прокормить работу вот такой штукенции. Внимательно следите за руками. Здесь у нас стоит монитор, который показывает загрузку в сети. Где-то здесь в районе 950 кВ. Здесь все измеряется в вольтах. 600-800 тысяч. Значит, здесь где-то 900 вольт. Дальше самое интересное. Вот это у нас идут батарейки, от которых идет энергия. Сколько у нас тут батарейка? Вот это у нас, давайте в режим выживания, в режим креатива сначала выйдем. Обыкновенная Currently Oriented Battery, которая заряжена все на 50%, идут через трансформатор обыкновенный. Давайте посмотрим его настройки. Здесь поставлены 4 вольтаж, high voltage cable. Здесь у нас средний voltage cable. Все это идет через провода непосредственно к девайсу. У девайса есть вот такие маленькие штучки, в которые нужно втыкать провода, и они находятся по бокам. Самое интересное, транспортеры на данный момент крафтятся вот таким образом. Продвинутые чипсеты, огонь, где вы его будете доставать, разработчиков не интересует. Продвинутый машинный блок. Здесь у нас специальные листы, сделанные из сплава какого-то. История умалчивает, какого именно сплава. Так, вот это у нас батарейки, еще один ряд батареек и так далее. Теперь самое интересное. Здесь находится система производства энергии, которая необходима для того, чтобы заряжать батарейки после того, как они разрядятся. Здесь все настроено таким образом, чтобы система автоматически пополняла батарейки, когда они разряжаются. Батарейки, в свою очередь, заряжают транспортер и таким вот образом. Здесь стоит у нас обыкновенный релей со средним напряжением. Здесь у нас находится охлаждающая система активного охлаждения, которую я показывал в первой части. Причем она настроена таким образом, что она работает только тогда, когда вот эти конденсоры, газовые турбины, слишком сильно нагреваются. Я прав? Да, это у нас газовые турбины, куда подается раскаленный воздух, и они начинают производить энергию. Все правильно. Я говорю, это тоже у нас было в первой части. Здесь у нас топки, в которые закидывается уголь. Ну, я так повторяю, для тех, кто не в курсе. Здесь у нас находится монитор, который отвечает за отображение нагрузки, которые создают непосредственно вот эти печки. Здесь у нас находятся специально апгрейды для того, чтобы печки эффективнее работали. И вроде бы, как они крафтятся, кстати. А апгрейды никак пока что не крафтятся. Мод, кстати, находится в бета-версии на данный момент. Поэтому некоторые функции, опции и фичи пока что не реализованы. Как вы помните, вот эти несчастные пролебалистические тарелки пока что, но про них ничего не рассказано. Похоже, они просто не работают. Окей, здесь стоит сигнальный процессор. Давайте заглянем в настройки него. Здесь используется вот такая формула. KRX-B... Здесь поставлено, нужно для работы этого сигнального процессора, 6 редстоуна. Но сюда положили целых 8 редстоуна, видимо, про запас. Здесь стоят пробники, правильным образом настроены и так далее. Я это все подробно рассказываю для тех людей, которые захочут создать нечто похожее у себя дома на базе после просмотров этого гайда. Окей, теперь самое главное, как работают эти самые транспортеры. Здесь все поидельно просто. Подходим к этому компьютеру и кликаем на него крапкой к правой кнопке мышки. Дальше самое интересное. Здесь, вот здесь мы выбираем название первого девайса. Давайте его назовем понятной английской буквой А. Дальше все очень просто. В этом транспортере, давайте мы убедимся, вот сюда А. И давайте вот этот транспортер назовем буквой Б. В первой строчке вы указываете название вот этого транспортера, а во второй строчке вы указываете название того транспортера, в который вас будут телепортировать. А почему ты не хочешь назваться буквой Б, дети? Давайте мы поменяем здесь на букву Б. Короче говоря, по непонятной причине название здесь менять нельзя уже. Видимо потому, что я уже включил их в электросеть. Ну а дальше все очень просто. Забираетесь внутрь этого транспортера, это вы видели в начале самого первого ролика. Нажимаете кнопочку старт и наслаждаетесь результатом. Закрывается дверка. Происходят такие красивые спецэффекты, красивый звук. И что-то меня не телепортирует. Видимо электричества в системе очень мало. Все, меня портануло. И я нахожусь в другой комнате и выхожу из второго транспортера. Все очень просто и понятно. Такие вот дела, дорогие друзья. Благодарю за просмотр. Наверное я буду сегодня уже и заканчивать. Очень будет конечно клево, если вы там поставите лайк. Расскажите друзьям, поделитесь им в социальных сетях. Все это чрезвычайно полезно для развития канала в данном этапе. Также не забывайте входить и вступать в группу ВКонтакте. Все общение с народом у нас именно там. Обязательно фоловьте канал на Твиче. Потому что все стримы находятся на канал на Твиче. На Твиче у меня. Да. Пожалуй все, что можно. Что еще? Можете конечно подписаться на Твиттер, если вам удобно им пользоваться. Но по-моему в России им никто не пользуется все равно. До новых встреч друзья. Всем удачи. Всем пока.